Есть подтверждение успешной посадки. Аппарат на поверхности! Opportunity при посадке сразу попала в яблочко. Посадочная сфера скатилась в этот маленький кратер под названием Eagle, и, когда ровер включил камеры, он увидел, что весь край кратера был укрыт обнаженной породой. Мы впервые использовали микроскоп и сделали снимок, и поверхность Марса в той области оказалась покрыта чем-то мелким и круглым. Мы назвали это черникой, потому что камешки были на нее похожи. Позже мы определили, что такая галька образовалась в воде. Это было явным признаком того, что на Марсе была вода. После Eagle мы отправились в кратер Endurance. Нам пришлось съехать в него по склону. И там мы делали то, что геологи называют секвенцией стратеграфического разреза, что простыми словами значит чтение истории Марса в обратном порядке. Ровер стал стратеграфом, мы впервые на Марсе проделали что-то подобное. После Endurance пора было отправляться в Викторию. Мы вжали педаль в пол и отправились туда. Десятки километров до цели. Нам пришлось буквально серфить по этим дюнам надутого ветром материала, и в одном из них OPI застрял. Надо было его освобождать. Лучшим способом, что мы придумали, было загнать его глубже, развернуть и поддать газку. Есть, ровер выбрался. Нам пришлось изменить стратегию управления. Нужно было определять опасность в этих грунтовых дюнах. Мы подобрались к этому кратеру Виктория диаметром более километра и задумались, господи, как же нам попасть внутрь. К счастью, у нас были снимки Hi-Rise, и мы даже рассмотрели на них ровер. Это было первое изображение из космоса, на котором мы увидели один из роверов. Мы потратили год на исследование края этого кратера, пока не определили наилучший для стратеграфии маршрут. Мы нашли место для спуска, заехали вниз и провели в кратере Виктория еще около года. Научная команда прониклась идеей поехать в кратер Endeavor. Ну, за 20 километров, знаете. Далекое путешествие на несколько лет, но они все же решились. На нашем пути было слишком много этих опасных дюн, так что пришлось проложить безопасный маршрут, который сперва уходил от кратера и только потом направлял нас к нему. Ну и наконец мы добрались к Endeavor, где было столько всего нового. Мы впервые нашли жилу Homestake, такая очень яркая прямая штука, которая, как оказалось, состояла из гипса. Теперь мы находим их повсюду, а тогда это был первый взгляд на важную часть истории Марса. Мы направились к долине и уже в пути поняли, что где-то около места въезда в нее мы пересечем марафонскую отметку. Мы решили, это круто, так что давайте назовем в честь этого всю долину. Так и появилась долина Марафон. Именно там мы проехали марафонские 42 километра, впервые вне Земли. Мы продолжили съезжать по склонам вдоль кромки кратера, пока не выехали из него и не отправились к следующей долине – Долине Настойчивости. Ровер как раз изучал ее в момент потери связи. Мы говорили, мы продолжим управлять Opportunity, пока это не станет невозможным. Так все и получилось. Я очень горжусь этим. Мы заложили основы, которые послужат нам в будущих исследованиях. В качестве обложки к этому видео использован вот этот рисунок одного из участников чата. Он собирается продолжать работу над космическими постерами, а вы можете сделать ему приятно и поблагодарить за работу, подписавшись на его инстаграм. Ссылка в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok